И снова здравствуйте, мои уважаемые зрители! На дворе у нас продолжается 3 марта и мой очередной военный обзор. Новая актуальная информация, события развиваются стремительно и очень похоже, что сегодня южное направление преподнесет нам немало сюрпризов. Итак, что происходит на южном направлении? Более-менее за последних несколько часов уточнилась ситуация в районе Вознесенска. Уже российские войска замечены на правом, с той стороны, откуда Одесской области и Молдавии, берегу Южного Буга. Отсюда можно предположить, опять же, если при этом они не были заброшены при помощи вертолетов, то можно предположить, что все-таки мост через Южный Буг в районе Вознесенска под контролем Российской Федерации. Пока это не прямая информация, пока это косвенно, тем не менее, российские войска появились на правом берегу Буга. А еще на левом берегу Буга отмечены очень интенсивные движения колонн по направлению и к Вознесенску, и в направлении не исключено даже Кривого Рога. То есть российское командование быстро наращивает свою группировку в этом направлении. И все говорит о том, что это очень большая операция. Но если я кажется, что мост через Южный Буг все-таки взят российским спецназом, то это очень большая проблема для ВСУ. Потому что от остальной Украины Одесская область в этом случае будет отрезана очень и очень быстро. Опять же повторяю, с учетом того, что российские подразделения уже на правом берегу Буга. Также продолжается эвакуация южных районов Кривого Рога. И я предполагаю, что в этом районе предполагается некая российская военная операция. Повторяю, я думаю, что это все-таки будет аэропорт. Ну и также, согласно последнего отчета командования ВСУ, то есть последняя сводка, три российских десантных корабля в сопровождении кораблей охраны вышли, я так понимаю, из Дон Узлава и идут по направлению к Одессе. Это не значит, что это будет высадка в районе Одессы, это может быть высадка где угодно. Три корабля, это примерно батальон, полным комплектом боевой техники и таких волн, с учетом того количества БДК, которые есть в распоряжении российского командования, может быть не менее трех. То есть очень похоже, что первая волна сегодня рано-рано утром вышла из Дон Узлава, с учетом того, что до любой точки Украинска потенциально возможна для высадки побережья хода от 10 до 12 часов, можно предположить, что во второй половине дня эта десантная группа уже где-то высадится. То есть операция российского командования по занятию Южной Украины вошла в следующую стадию. То есть вчера была первая стадия взятия стратегической точки вознесенства, вернее моста через Южный Бух. Сегодня мы видим развитие этой операции, то есть мои предположения оказались верными. Теперь движемся дальше. Согласно теперь же официального отчета Министерства обороны Российской Федерации, российская группировка широким фронтом движется по направлению к Запорожью и далее на северо-восток. То есть никакого стремительного удара по замыканию кольца окружения вокруг Донбасса нет. Но с учетом того, что группировка, которая шла вокруг Харькова, она повернула на запад и соответственно охватывает Харьков, сейчас уже смысла быстро идти в этом направлении нет. Подчеркиваю, в этом районе полностью хозяйничает российская авиация, поэтому никаких серьезных войск вывести из Донецкого региона у ВСУ нет. Также постепенно приходит информация о все более и более серьезном охвате этой донецкой группировки со стороны войск Российской Федерации и ЛНР. То есть российские войска уже подходят к Красному Лиману. И идут довольно серьезные бои за Изюм. Это не значит, что российские войска не прошли дальше, просто в Изюме есть украинская группировка, которая сопротивляется. Ну и понятно, что это ключевая точка, и Украина не может ее отдать просто так. То есть охват северодонецкой группировки в ВСУ становится все более и более опасным. И также с утра пришли сообщения о том, что российские войска, либо войска ЛНР, вошли на окраины севера Донецка. Ну и еще из сводок в ВСУ я узнал, что все-таки группировка, которая концентрируется российскими войсками для того, чтобы отрезать последнюю дорогу из Киева на левом бережье, она уже, по сути, подошла к трассе Перятин-Киев. И ее сегодня она, скорее всего, уже перережет. А может и перережет трассу на Золотоношу. И тогда Киев с левого берега окажется в полном оперативном окружении. Вот это примерно то, что произошло на сейчас, на примерно 11.00 по Москве. Следующий выпуск, я думаю, сделаю где-то примерно в 17-18 часов. На этом пока все. До свидания. Ждите следующего выпуска.